Привет, вы на канале Дистракт, с вами Дима. Последние патчи изменили очень многое, и я бы их все назвал бы одним словом, антидушнин. Как мы знаем, в последних обновлениях снизили отдачу у большинства оружия. А сейчас еще и Джейки повысили эргономику, причем очень значительно. А я напомню, что эргономика была основной причиной, почему ей невыносимо пользоваться. Давайте посмотрим, что в итоге. Короткая версия Джейки уже становится нам доступна на втором миротворце. За 576 долларов, а это 70 тысяч. По сути, аналогичная цена МДР-кипя 56. Однако, Джейку тоже можно купить на барахолке, значительно дешевле, до 50 тысяч. При покупке оттуда, даже если пересобрать Джейку в короткую версию, вы сэкономите минимум 1010. Кстати, если у вас второй миротворец, смысла с Джейки на длинном стволе нет. Ведь вы не можете установить сошки, которые значительно влияют на статы. Потому, собираем короткую. У короткой версии, на вторых торговцах лучшей тактической рукояткой является РК-4. А вот в случае с глушителем ситуация такая. Устанавливаем SF-3P. И тут у нас появляется выбор, мини монстр или же РЦ-2. РЦ дает наименьшую отдачу, а вот мини монстр значительно лучше по эргономике. Цена у них почти не отличается. Лично я предпочту мини монстра. Если у вас третий миротворец, то тактическая рукоятка РВЧ является, если не лучшим, то одним из лучших вариантов. Больше менять нам нечего. Однако теперь мы можем собрать длинную Джейку, установив сошки. Тем самым, сравнивая статы, видим, что у длинной Джейки лучшая отдача, но хуже эргономика. Но главный минус для меня это невозможность поставить нормальный фонарик. Из вариантов только верхнее крепление и то фонарь туда не поставить. Все вышеперечисленные сборки собираются примерно за 120 тысяч. Но давайте посмотрим, как покажут себя эти сборочки в сравнении с МДРкой. Но перед этим напомню, что в Бусти просто куча контента, и она вся прописана в шапке. Тут тебе и таблички с наборами ключей под каждую локацию. И таблицы с регионами для фармы, чтобы людей было меньше. А если говорить про ролики, то вот недавно сделал разбор лабы. А там еще и резерв, маяк, лес, развязка. В общем, смотри все в шапке, ознакомительная подписка стоит 10 рублей. А если ищешь тиммейта, заходи в дискорд. Продолжаем. В итоге отстреляли с 20 метров МДР. Далее пошла в дело короткая Джейка. Ну и наконец, Джейка на длинном стволе. Подойдя к стене и оценив ситуацию, видим, что горизонтальная отдача у обеих Джейк точно лучше, нежели у МДР. Но там, в свою очередь, очевидно, обгоняют по вертикальному подкиду. Но давайте не будем забывать. У Джейки скорострельность 750 выстрелов в минуту. В то время как у МДР 650. Поставив наглядно противника против МДР, видим разницу в скорости сдувания. Еще для сравнения, давайте используем Джейку на мини-монстре. И на РЦ втором. Как мы видим, особой разницы в разлете пуль по сути нет. Итого, подведем итоги. Из-за своей скорострельности Джейка точно не имеет равных. Как минимум в диапазоне 120 тысяч. После изменения отдачи, а также повышения эргономики, она наконец-то заиграла новыми красками. Ее соперники на этом калибре это М4 и ХК. Однако без короны и даже с ней собирать их очень дорого. Однако новоприобретенная плюсы Гэшки перекрывает ее первый подкид. Который, например, гораздо ниже у Скара. Но тем не менее, мы наконец-то получили играбельную пушку. На этом ролик заканчивается. Спасибо, что досмотрел до конца. Увидимся в следующий раз. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok